Компания Apple выпускает основные обновления операционной системы для своих устройств по уже привычному ежегодному графику. И независимо от того, идет ли речь о новых функциях или об усилении безопасности, лучшей стратегией является их установка как можно скорее. Однако реальность такова, что иногда изменения могут привести к хаосу с определенными приложениями или сторонними устройствами. Организационные ограничения иногда не позволяют людям обновляться сразу, а иногда проскальзывают ошибки, которые требуют исправления в быстро выходящих обновлениях 0.1, как это было с iOS 11.01, 12.01 и 14.01. По какой-то причине некоторые пользователи могут чувствовать себя более комфортно, оставаясь на текущей версии ОС в течение некоторого времени. И в рамках своего мероприятия WWDC компания объявила, что на этот раз вы сможете остаться с iOS 14 даже после выхода iOS 15. Теперь iOS предлагает выбор между двумя версиями обновления программного обеспечения в приложении настройки. Вы можете обновиться до последней версии iOS 15, как только она будет выпущена, для получения новейших функций и наиболее полного набора обновлений безопасности, или продолжить использовать iOS 14 и получать важные обновления безопасности до тех пор, пока вы не будете готовы перейти на следующую основную версию, сообщает компания Apple. Компания не скрывает, что последняя прошивка будет иметь наиболее полный набор обновлений безопасности, в то время как предыдущая версия будет по-прежнему получать важные обновления безопасности. Исторически сложилось так, что в прошлом компания Apple была непреклонна в отношении обновлений iOS, быстро запрещая iOS устройствам понижать версию до недавнего обновления. Это позволяло гарантировать, что устройства останутся с более свежей прошивкой и препятствовало понижению версии до более старого программного обеспечения. Это новое изменение дает клиентам время для обновления, если у них есть ограничения на устройство или требования к устройствам iOS, которые находятся под управлением организации, например, предприятий и школ. Первые сборки iOS 15 для разработчиков теперь доступны для загрузки на тестовые устройства. Apple планирует выпустить публичную бета-версию где-то в июле, а публичный релиз ожидается осенью.